Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас последнее занятие университета Фонда Рабочей Академии под названием Красный университет. Последнее занятие в 2019... Да нет, в этом семестре. В 2018-2019 учебном году. Я чувствую, что меня сразу товарищи поправят. Они знают, какой сейчас год и знают, когда начались занятия в восемнадцатом году. Вот я хочу всех поздравить с этим большим событием и сказать, что если оценить результаты нашей общей работы... Работа это, с одной стороны, слушателей самая большая и обширная работа, потому что при том, что у нас немало преподавателей, но слушателей многократно больше, чем преподавателей. Это немалая работа людей, которые изучали марксизм и ленинизм по всем по основным направлениям. По направлению диалектики, по направлению политической теории, то есть по научному социализму, по направлению политической экономии. И по всем направлениям имеются большие достижения. Эти большие достижения видны невооруженным глазом для тех, кто проверяет работы. В прошлой неделе она характеризовалась тем, что здесь очно выступали. Сегодня у нас только один будет товарищ Порошин очно выступать. Мы будем говорить о тех людях, которые прислали свои ответы заочно через систему дистанционного обучения. Мы им выставили оценки тем, кто прислал. Тем, кто задерживается, не успел прислать или мы не успели проверить, потому что они пришли в последний момент перед нашим началом. Значит, все равно мы эти работы проверим, передадим Валерию Александровичу Мордовину, проректору, и он уведомит вас о тех оценках, которые вы получили. А те работы, которые до этого времени пришли, какие оценки мы поставили, об этом будет сообщено. Прежде чем приступить к этой работе, я хочу вам сообщить, что у нас такое праздничное событие. Вот вчера исполнилось 50 лет проректору по учебной работе Красного СССР, товарищу Мордовину. Товарищ Мордовину, я хотел бы, чтобы вы вышли, чтобы вас увидели все, а то вы прячетесь. Хочу вам вручить красные гвоздики в доказательство того, что вы красный проректор и большую и огромную работу проводите. Вам большое спасибо от всех слушателей, от всех преподавателей, вот и от фонда рабочей академии, безусловно. Спасибо. Ну а теперь я слово предоставляю для первой части Кирилла Валерьевича Юркову. И первая просьба, это вот заслушать одного товарища. Здравствуйте, дорогие товарищи. Давайте мы заслушаем товарища Порошина, который очно хочет выступить. Сюда подходите, чтобы здесь было слышно. Слушаем вас. Так, первый вопрос. Определение и понятие, понятие как снятая сущность. Простое место состоит из трех моментов. Это в себе, в бытие, для равенства с собой. Бытие для иного, для равенства с собой. В себе бытие постоянно борется с бытием для иного, и в результате образуется в нем бытие. На основании вот этих моментов мы можем вывести определение определение. Определение – это качество в себе, в простом нечто, которое соотносится с моментом этого нечто, в нем бытием. Говоря более простыми словами, это означает, что определение – это то, что не изменяется в изменении. Определение надо отличать от определенности, то есть это более сложная категория. Определением человека, например, является то, что это мыслящий разум, а в то же время определенностью мы можем считать просто мышление. То есть оно может присутствовать какое-то время, но, например, во сне не присутствует. Или, например, определенность – это мочка уха, которая есть только у человека, но, соответственно, если человек там лишился по какой-то причине, то он, тем не менее, не перестает быть человеком. Понятие. Понятие – это абсолютное тождество с собой. Она также состоит из трех моментов – это всеобщая, особенная и единичная. Для примера всеобщая, допустим, это яблоко. Яблоко может быть такая особенность, как сорт, например, антоновка. Если мы возьмем ящик антоновки, то ни одного одинакового яблока. Определение вы как-то можете изложить? Соотношение понятия и определения? Да. Но у вас вопрос определения и понятия, так? Значит, надо как-то установить их соотношения в ответе на этот вопрос. Это разные категории определения и понятия, да? Ну да. То есть понятие, оно показывает, рассматривает бытие через сущность. А определение – это более простая категория. А может, сущность через бытие? Ну, если оно снятое сущность, значит, бытие, через которое прозвечивает сущность. Значит, получается, сущность рассматривать через бытие, а у вас наоборот. Бытие через сущность. Давайте вернемся еще к определению. Вот вы говорили, что в определении у вас там это качество, которое, вы сказали, просто сохраняется в изменениях. Этого достаточно для того, чтобы быть определением? Ну, вот все, что знаю, сказал по идее. Ну, как-то этого явно недостаточно, потому что, ну вот, если мое определение, что я хороший человек, но это никак не проявляется нигде, но это определение, но сохраняется везде, то, что я хороший человек, но никак не проявляется. Ну, главное, что вы хорошие. Это определение, разве будет мое или нет? Вот вы говорили о том, что в определении есть три момента, да? Вот в нечто есть три момента. Ну, с этим можно поспорить, потому что, что такое в нем быть? Это третий момент или это второй момент, но взятый как… Противодействие первого, второго? Нет, нет, как противодействие перехода в иное, а не противодействие первого и второго. Первый момент в себе бытие, второй – бытие для иного, да? А вот в нем бытие – это в себе бытие, которое противостоит переходу в иное. То есть оно как раз, так сказать, это тот же самый в себе бытие, тот же момент, но уже взятый не просто безотносительно к другому моменту, а который борется с противоположным моментом, с переходом в иное. И он не только себя сохраняет, а раз он борется с иным, то он выходит вовне. А у вас осталось только сохранение, а выхода вовне вы не указали. Это недостаток. Так, ко второму вопросу, Витя. Ко второму. Ну, давайте, ко второму. Так, второй вопрос. А, ну, в принципе. Определение классов, основные классы современного общества. Определение классов дал Ленин в своем произведении «Великий почин». Оно звучит следующим образом. Классы – это большие группы людей, которые различаются по месту в исторически сложившейся системе общественного производства, по отношению часто узаконенному к средствам производства и по их роли в общественной организации труда, из которой следует их получаемое ими богатство. Как это следует? Непонятно. Как следует? Что значит следует? Непонятно. По размерам и способам получения той доли общественного богатства, которое они располагают. То никакого следования там нету. Так. Ну, хорошо. Ну, и группы классов различаются тем, что одна группа имеет возможность присваивать себе труд другой группы. Не группы классов, а группы людей, которыми являются. Группы людей, да. На основании своего положения в жизненном укладе общества. А вот там в определении у Ленина говорится большая группа людей. Это что значит большие? 100 человек, 25, 1000 человек. Что значит большие группы? У метро стоят группы там большие. Или толпа собирается на митинг. Это вот там разные люди там собираются, отличаются. Как понять большие группы? Играет какую-то значительную роль в общественной жизни. Ну, каждый человек какую-то значительную роль играет в общественной жизни. Правда? Если он активный, он играет какую-то роль. А что значит большие? Вот как вы это понимаете? Там вот не раскрыто у Ленина, а вы-то как понимаете? Ну, видимо, которые способны влиять на… Да все способны влиять. Каждый как-нибудь да влияет. Вот у нас тут сидит сколько? Три человека, четыре. Вот мы и способны влиять. А почему мы не способны? И влияем. И влияем. И вы влияете. Сейчас же все вот видят, что вы говорите, как вы влияете. Вот у нас и группа здесь, видите, трое здесь вот прямо снимаются. Три человека. А люди, которые снимают, они больше еще влияют. Потому что если они не покажут, то и не повлияем. А покажут, то и повлияем. Ну, все-таки большие. Это что значит? Затрудняется видеть, что это у Ленина. Вот когда мы говорим о больших группах людей, значит, это всегда надо брать по отношению к чему-то. Вот большие по отношению к масштабам общества, тогда это большие. А если большие по отношению к масштабам города, или по отношению к масштабам какой-нибудь села, или по отношению к какой-нибудь площади, то это небольшие группы в этом определении. То есть надо иметь в виду, что это все общество разделяется на большие группы. Вот таких, следовательно, групп в обществе, ну сколько примерно классов? Сколько может быть? 10, 15, 40? На данный момент два класса, один промежуточный. Ну всего-то сколько классов? Как два класса, один промежуточный. А то промежуточный не класс, что ли? Ну значит три. Значит три, ну логично. Какие? В настоящий момент класс буржуа, владельцы средств производства. Так. Класс пролетарии, которые не имеют средств производства, но и поэтому вы можете продавать свою рабочую силу. И промежуточный класс мелкий буржуа, который имеет средства производства и сами же на них работают. Ну хорошо. А есть такие члены общества, которые не принадлежат к этому классу? Ну есть деклассированные элементы. А как это получается? Ну деклассированные, ну хорошо, деклассированные. А есть которые, нельзя сказать, что они принадлежат именно конкретному классу. Могут быть такие? И что про них можно сказать с точки зрения вот этого определения? Или с точки зрения диалектики, что про них можно сказать, чему они принадлежат? Сложно вопрос, да? Ну вот два, два, по крайней мере. Два. Например, вот он сидят, двое. Товарищ Ленинков и товарищ Попов. Это два. Человека, не принадлежащие ни к одному из трех вам кричичных классов. Вы нас куда относитесь? Вообще вы относитесь? Вы деклассированные элементы. Деклассированные. Деклассированные. Куда вы нас отнесли? Ну куда-то их надо же деть. Они же в обществе есть или нет? Тем более экзаменаторы это. Тем более. Класс экзаменаторов. Это класс интеллигенции или нет? Получается. Почему получается? У кого получается? У Глаутского получалось. Кауцкий называл классом, да. И у современных, так называемых, левых получается тоже. Ленин, кстати, когда это цитирует Кауцкого, он никаких замечаний не делает. Цитирует, что это вот есть такой класс. Но сам Ленин, нигде у него не найдете, чтобы он интеллигенцию называл классом. Он ее, так сказать, ближе, так сказать, рассматривает ближе к мелкой буржуазии. Почему? Потому что индивидуальный характер труда. Все зависит от личных результатов. Средства производства. Средств производства нет у меня никаких. Нет, это не ум, это не средство производства. Какое ли это средство производства ум? Средство производства – это средний член, который ставится между человеком и продуктом. А тут никакого материального продукта нет. Поэтому никаких средств производства интеллигенции нет. А это, поэтому это, говорят, слой интеллигенции. Так, ну, сколько мы поставим? Вот третий вопрос, будем заслушивать? Будем, наверное. Третий вопрос. Да. Звучит следующим образом. Коммунистическое общественное самоуправление основывается на советах. Советы – это форма организации экономики и государства на базе производств и производственных общин. Впервые следы появились в 1945 году, во время стачек в Иваново-Вознесенске. А полностью управление, советское управление государства было установлено в 1926 году. Так это разве коммунистическое общественное самоуправление? Коммунистическое общественное самоуправление будет тогда, когда не будет государства. Я правильно понимаю? коммунистическое общественное самоуправление это форма организации в обществе тогда когда государство уже отмерло а будут это советы или не будут это советы а сказать может быть они будут называться советами против названия не поспоришь вот а может и не будут называться совета в чем смысл будет этого этих органов в том что руководство государством как им государством когда государство отмерло руководство общественной жизнью будет происходить самого низа рабочих как и как и как и рабочие когда и речь идет о том что классов не будет не будет отдельно рабочих отдельно интеллигентов вы понимаете что такое общественное самоуправление то есть это речь идет о том времени когда классов деление на классы не будет на людей физического людей умственного труда поэтому отдельно выделять рабочих невозможно ну как вот ну она поставлена так что мы поставим хорошо да хорошо поставим хорошо спасибо так ну что дорогие товарищи я думаю что мы можем перейти к тем работам которые были присланы нам через электронную почту и я хочу сказать что действительно уровень работ которые в этом году этот уровень серьезно выше чем предыдущие года но это я отмечал и на семинарских занятиях и это видно и на экзамене разные оценки были выставлены но я думаю что для товарищей важно не то какую оценку нельзя получили а те знания которые они приобрели и и эта оценка просто утверждает тот факт что первый год обучения в красном университете закончен но это только первый год а дальше товарищи должны переходить к самостоятельному изучению марксизма ленинизма следующие работы были признак присланы нам значит по всем работам я пройтись не успею но по тем работам которые требуют комментария я коротко скажу если я чего-то не назвал это не значит что других комментариев у меня нет просто нет возможности их здесь изложить алексеев александр сергеевич город самара раскрывает вопрос о тождестве различий противоположности и александр алексеевич видимо списал из словаря здесь и пишет что тождество это равенство объектов их одинаковость по всем параметрам и признакам различие двух объектов это их не тождественность несходство расхождения по одному или нескольким параметрам параметры какие-то появились объекты и так далее я думаю что здесь александру александровичу нужно было выяснить что тождество бывает только как тождество различных и различие как различие различие тождественных вот что должен мы должны были выяснить по данному вопросу дальше государство в третьем опросе пишет александр александрович государство это организация правящего класса для осуществления политической власти у вас спутанно политическая то есть порядок как как выводятся категории. Сначала выводится категория государства, как машина насилия господствующего класса для осуществления своего господства, а потом политическая власть, и категория политики выводится. Нельзя государство выводить через более развернутую категорию, категорию политики, как борьбу за завоевание и удержание именно государственной власти. Оценка удовлетворительна. Егорчев Михаил Анатольевич, город Пермь, рассматривает второй вопрос «Определение капиталистического производства и понятие стоимости» и указывает, что капиталистический способ производства – общественный способ производства материальных благ, основанный на частной капиталистической собственности, на средствах производства и эксплуатации наемного труда. Я думаю, что здесь тоже товарищ списал в какой-то Википедии, а определение капиталистического способа производства или даже, более правильно сказать, понятие заключается в том, что это товарное производство, это не какой-то особый вид производства, а это именно товарное производство на том этапе развития, когда рабочая сила стала товаром или всеобщее товарное производство. Ну и по стоимости тоже товарищ указывает, что стоимость – это численная экономическая характеристика материального объекта. То есть вес, например. Экономическая характеристика – отлично, это вполне экономическая характеристика. Мы вам отвешиваем один килограмм муки – это экономическая характеристика, и объект материальный вполне – это стоимость получается. Ну и три вида стоимости тут почему-то товарищ указывает. Трудовая стоимость, сменовая стоимость и потребительная стоимость. То есть действительно такие категории встречаются, но если мы говорим о стоимости, это строго определенная категория к данным. Здесь эти категории не надо было раскрывать. Оценка удовлетворительна. Осташенко Антон Владимирович, город Белгород, указывает вопрос в обосновании о положении о том, что империализм есть канун социалистических революций. Пишет просто, что империализм это высшая стадия капитализма и, как следствие, завершающая стадия. Империализм толкает народные массы к борьбе за социализм тем, что обостряет классовые противоречия, ухудшается экономическое положение масс. Это сопровождается усилением колониального гнета, усиленной металлилизацией и так далее. Я думаю, что вопрос раскрыт не полностью. Надо было доказать, что никаких стадий после империализма быть не может и при империализме все созрело, все готово к социалистической революции. Когда товарищ рассматривает вопрос о видах социалистических учений, пишет, что есть два основных вида социалистических учений, это марксизм или ленинизм. То есть товарищ различает марксизм или ленинизм как два вида основных социалистических учений. Видимо, они еще и конкурируют друг с другом. Это абсолютно неправильно. Ленинизм это и есть марксизм. Наиболее современный, наиболее развитый марксизм это ленинизм. То есть, когда мы говорим ленинизм, мы подразумеваем марксизм. Оценка удовлетворительна. Желябин Виталий Николаевич, город Ленинград. Явление рассматривает вопрос явления и сущности, действительность и пишет. Искажая сущность, явление представляет как видимость. Но это совершенно неверно. Почему категория явления, она появляется в учении о сущности позже значительно, чем видимость. И явление это явление законно, это парная категория явлений и закона. Видимость это просто бытие, которое осталось в сущности, когда мы его рассматриваем в соотношении с сущностью бытия. Бытие и сущность рассматриваем. И то бытие, которое в сущности при этом рассмотрении, это токовидимость. Дальше. Капиталистический способ производства. Тоже опять товарищ пишет, что это общественный способ производства материальных благ, основанных на честно-капиталистической собственности на средства производства и эксплуатации наемного труда. Видно, что с одного учебника какого-то плохого товарища списали. Оценка удовлетворительна. Надо было вписывать с хорошего учебника. Матосян Артур Аршакович, город Сочи. И пишет, раскрывает Артур Аршакович вопрос о материалистическом понимании истории. И пишет, что материалистическое понимание истории основано на идее материального понимания мира, которое заключается в том, что мир – это материя и законы, управляющие ее движением. Какое отношение это имеет к истории, пока непонятно. С этой точки зрения рассматривается исторический процесс и его влияние на жизнь людей. Главным условием, определяющим большинство исторических процессов, является материальное производство. Здесь уже ближе. Но вот, например, Энгельс писал более точно. Он писал не о главном условии, там про условия ничего нет, а писал об определяющем моментом истории является производство и воспроизводство непосредственно жизни. Вы чувствуете разницу между главным условием и определяющим моментом? Я думаю, разница есть. Во втором вопросе товарищ пишет, что капиталистический способ производства – это материальные блага, произведенные в условиях капитализма как общественного настроя, которые подвергают изменениям и трансформациям с течением времени. В чистом виде экономика капитализма встречается крайне редко. Что за чистый вид экономики капитализма – совершенно непонятно. Капитализм как единичное, он реализуется в разных странах по-разному, но как всеобщий капитализм – это встречается везде. Единичное от всеобщего не отделено, и всеобщее может встречаться только как единичное. Об этом Маркс вполне себе писал. О нормальном капитализме и капитализме, который мы видим на лицо в различных странах, это вполне себе капитализм в чистом виде. Ну и дальше. Тут замечаний у меня достаточно много, но удовлетворительная оценка. Латышев Андрей Андреевич, Тверская область, город Ржев. Адрес товарищ указывает дальше. Материалистическое понимание истории исходит из того положения, что производство, а вслед за производством обмен его продуктов, составляет основу всякого общественного строя. Что значит всякого общественного строя? Как общественный строй? Конечно, общественный строй связан с способом производства, но здесь не составляет основу всякого общественного строя. История всех до сих пор существующих обществов была историей борьбы классов, пишет товарищ. Это совершенно неверно. Огромная большую часть времени человечество жило, никакой борьбы классов не было. Жило при первобытном общинном коммунизме, бесклассовом обществе. Поэтому история как раз большую часть времени человечества жило без борьбы классов. Оценка хорошо. Борисов, Дмитрий, город Ефремов, Тульская область. Материалистическое понимание истории, товарищ, раскрыл вопрос, но раскрыл неполно. Во втором вопросе указывает, что основные классы современного капиталистического общества это пролетариат, наемные рабочие и буржуазия. Про класс мелкой буржуазии товарищ, видимо, забыл, но мы этот вопрос только что обсудили. Поэтому здесь товарищ немножко промахнулся с ответом. Оценка хорошо. Дьяков Владимир Викторович, город Тамбов, Тамбовская область. Истина бытия в сущности является законом, пишет Владимир Викторович. Почему истина бытия в сущности является законом, я так и не помню. Оценка хорошо. Так, если вы не поняли, это вам оценка? Да. Глазин Алексей Сергеевич, город Сморгонь, Беларусь. Оценка хорошо. Кальвет, РПР, город Саров. Товарищ Кальвет указывает, когда он рассматривает вопрос о видимости, путается, несколько путается и указывает, что видимость это понятие, выражающий момент обманчивости, восприятие объекта или явления. Тоже здесь, видимо, списано с какого-то источника. Видимость имеет двоякий источник. С одной стороны, это совокупность объективных характеристик предмета и процесса на уровне явления и так далее. В общем, категорию видимости товарищ Кальвет взял явно не из науки и логики. Когда рассматривает вопрос о финансовом капитале, пишет, что это капитал, находящийся в распоряжении банков и применяемый промышленниками. Но вот здесь я бы поспорил, что действительно, если говорить о финансовом капитале, это утверждение для него верно. Но не всякий капитал, находящийся в распоряжении банков и применяемых промышленниками, является финансовым капиталом. Банк вполне может давать в рост, просто действовать как артестовщическая контора и давать капитал промышленникам. Но при этом сращивание банковского и промышленного капитала не происходит, и поэтому финансовый капитал не образуется. Но правильно, если финансовый капитал срочен с промышленностью, то действительно, капитал, находящийся в распоряжении банков, так или иначе попадает в промышленность. Но именно в результате сращивания капитала. Оценка хорошо. Ахтемзианов Евгений Александрович, город Губаха, Пермский край. В вопросе о политической экономии пишет товарищ. Закон стоимости – связь, идущая от живого труда, взятого в его общественно необходимых затратах, к его результату, овосчисленному в стоимости. Стоимость – определение стоимости необходимых затрат труда. Тут я думаю, что товарищ что-то перепутал, и нужно почетче указывать, что закон стоимости – это, во-первых, основной закон товарного производства, следовательно, и его развитой формы капиталистического производства. Ну а стоимость товара – это общественно необходимый труд для производства этого товара. То, что здесь написано, неверно. И дальше пишет товарищ. Прибавочная стоимость – избыток над первоначальной стоимостью. В каком смысле избыток над первоначальной стоимостью? То есть так бы можно было, наверное, говорить, но это в процессе капиталистического производства этот избыток появляется. А не просто прибавочная стоимость – это та часть неоплаченного труда, которая возникает в процессе капиталистического производства. Если продукта не было, то первоначальной стоимости продукта не было. Продукт создан, и в нем тогда появляется необходимая часть, и прибавочная. Оценка хорошо. Наталья Витальевна Паук. Башмаков Александр Владимирович. Стоимость, это труд, воплощенный в товаре. Да, это верно, но это общественно необходимый труд. И когда мы говорим о величине стоимости, все-таки это количество общественно необходимого труда. То есть я мог потратить труда значительно больше, чем стоимость данного товара. То есть когда мы говорим о стоимости, мы говорим о связи конкретного труда, воплощенного в данном продукте, и общественно необходимого труда. Советская власть как организационная форма диктатуры пролетариата. Для обеспечения порядка во время забастовки организуются дружины. Они патрулируют территорию предприятия, а затем переходят на другие территории. Дружины могут осуществлять принуждения и насилие над нарушительным порядком. Возникает двоевластие. То есть как-то у Александра Владимировича советская власть ассоциируется с дружинами только. Я думаю, что это неправильно. Действительно, дружины, вооруженные, рабочие – это момент в советской власти. Но советская власть организуется как территориальные органы, избираемые по фабрикам и заводам. То есть это территориальные органы, которые избираются по фабрикам и заводам. Вырастают они из забасткомов, они из дружин. Оценка – хорошо. Сфера сущности характеризуется внешним отрицанием всякого бытия, пишет Алексей Викторович. Сфера сущности – это отрицание бытия вообще, всякого бытия действительно, но не обязательно внешнее отрицание. Сущность отрицает всякое бытие сама по себе. Это не обязательно внешнее отрицание. Когда мы рассматриваем сначала, в самом начале рассматриваем бытие и сущность, там возникает это внешнее наблюдение, когда мы говорим о существенном и несущественном. Это они по отношению к чему-то третьему бытие и сущность выступают. Но в целом сущность сама отрицает всякое бытие. Внешнее не обязательно здесь. Оценка – хорошо. Буевич Владимир Леонидович, город Санкт-Петербург. Оценка – хорошо. Карасев Дмитрий Борисович, Тамбовская область, город Мичуринск. Товарищ раскрывает третий вопрос, что такое научный социализм, и указывает, что коммунизм не может выйти сразу свободным от следов и традиций капиталистического уклада во всех отношениях, не может появиться как развертанное начало, сразу необходим путь к нему, процесс, низшая фаза развития коммунизма – это социализм. И то, что обычно называют социализмом, Маркс называл первой или нижней фазой коммунистического общества. Это все высказывания верные, я с ними готов согласиться. Но что такое научный социализм? Вопрос не раскрыт. Хорошо. Гудса Михаил Викторович по вопросу второго раздела указывает, товарищ, «Таким образом, согласно этому закону, производство и обмен товаров осуществляется в соответствии с их стоимостью, то есть в сравнении с общественно необходимыми на производство этих товаров затратами труда. Через механизм цен общественно необходимые затраты труда сравниваются с индивидуальными, и в случае, если последние ниже, то конкретный производитель товара получает прибыль. В противном случае – убыток». Я думаю, что здесь товарищ не понимает соотношения закона и явления этого закона. Все-таки цена товара – это денежное выражение стоимости. И цена товара колеблется вокруг стоимости при капиталистическом производстве. И конкретный товаропроизводитель получает прибыль или убыток, эту связь производить со стоимостью непосредственно так не получится. Связь более сложная, и надо смотреть различные случаи получения прибыли или убытка конкретным товаропроизводителям. Целью капиталистического производства является получение и присвоение прибавочной стоимости при производстве любого товара и последующее извлечение прибыли от продажи последнего. Я думаю, что здесь опять смешал желание капиталиста и научное выражение цели капиталистического производства. Действительно, целью капиталистического производства является производство, не получение, а скорее производство стоимости в виде прибавочной стоимости. А вот прибыль – это одна из форм проявления и этой прибавочной стоимости. Поэтому здесь смешивать так нельзя. Оценка хорошо. Михайлов Захар Юрьевич пишет «Государство есть машина насилия в руках господствующего класса для поддержания своей диктатуры. В этом есть сущность государства. Однако в переходные периоды оно не всегда подавляет классы антагонисты. Пример по этому НЭП, когда государство пролетариата не подавляло НЭПанов. Ну и что? Если государство диктатуры пролетариата не подавляет НЭПанов на определенном этапе, это о чем говорит, что государство перестало быть, сущность государства потерялась? Я думаю, что это в данном случае неверно. Буржуазия продолжала подавлять? Да, класс буржуазии, как класс именно, как класс. Оно продолжало подавлять. Оценка хорошо. Карпенко Владимир Александрович. Город Салават. Товарищ пишет про политическую экономию. Какие первоочередные меры надо осуществить для подъема быстрого развития промышленности в России? Указывают, что используя как модель физическое явление смены агрегатных состояний воды для анализа изменений в обществе, можно заметить, что еще до появления льда и так далее. То есть товарищ приравнивает модель смены агрегатных состояний воды и анализ изменений в обществе. Я думаю, что это смелое приравнивание такое достаточно, которое... Сколько смелое, сколько примитивное. Да, примитивное. Конечно, смена агрегатных состояний воды значительно проще описывается, чем изменения в обществе. Для смены агрегатных состояний воды, вообще говоря, формальной логики достаточно. Физика обходится формальной логике. Вода замерла, значит, контрреволюция. Да. Поэтому для изменений в обществе нам нужно использовать диалектику. И никак по-другому анализ изменений в обществе произвести нам не удастся. Оценка хорошо. Бахаев Владимир Александрович, Забайкальский край, сельское поселение Новодоронинск. Да, вот пишет товарищ про теоретическую и практическую идею и указывает. Это сложная... Да, про идею пишет. Это сложная философская категория, которая в силу своего характера, субъект-объект, имеет двоякую смысловую нагрузку. Во-первых, идея есть познание человека. Теоретическая идея. Во-вторых, идея сама природа или объективная действительность практической идеи. Я думаю, что здесь товарищ не разобрался с тем, что такое теоретическая идея и практическая идея. Теоретическая идея – это действительно идея познания, но не обязательно человека. Это познание и природы, и всего общества. Человеком. Человеком, да. А идея практическая или идея блага – это идея преобразования общества и природы человеком в соответствии с теоретической идеей, в соответствии с тем, как мы это общество и природу познали. Указывает товарищу, что целью капиталистического производства является прибыль, которая есть результат неоплаченного прибавочного труда рабочих. Действительно, прибыль – это форма, как я уже говорил, форма проявления прибавочной стоимости. Но это капиталист так рассматривает прибыль, и он ставит своей целью прибыль. То есть, когда мы говорим о капиталисте, об отдельном, он видит только прибыль. Вот в этом смысле можно сказать, что любой капиталист ставит своей целью прибыль. Но с научной точки зрения, все-таки правильно указывать, что целью капиталистического производства, если мы говорим об анализе капиталистического производства научным, является производство стоимости в виде прибавочной стоимости. В форме прибавочной стоимости. Сущность любого государства – диктатура класса, обладающего государственной властью. То есть, получается, масло-масляное государство, его сущность определяется через государственную власть. Не очень хорошо. Оценка – хорошо, тем не менее. Левин Никита Вячеславович, город Оренбург. Это не очень хорошо. Оценка – хорошо – это диалексика. Да, это уже диалексика. Третий вопрос. Совет, пишет Никита Вячеславович. Есть такой инструмент пролетарской демократии, через который трудящиеся напрямую управляют общественной жизнью и государством. Нет, через совет трудящиеся, опосредственно управляют общественной жизнью и государством. Через него осуществляется диктатура пролетариата, но опосредственно. И в этом именно заключается та выборность в советы, которая происходит. Сначала избирают трудящиеся советы города. А потом в городские советы, а потом из городских советов происходят выборы в следующую ступень, на съезд советов. Поэтому как раз и это опосредственный инструмент для трудящихся. Они напрямую не управляют. Оценка – хорошо. Зибров Олег Семенович, город Екатеринбург. Понятие стоимости раскрывает товарищ Зибров и указывает, в частности, стоимость товара рабочей силы – это стоимость средств существования рабочего и его семьи. Это неверно. Мы много раз указывали, что стоимость товара рабочей силы нельзя сводить просто к физическому существованию или физическому выживанию рабочего и его семьи. Это большая ошибка. То есть, когда мы говорим, что это просто стоимость средств существования рабочего и семьи – это неверно. Это стоимость средств, необходимых для нормального воспроизводства рабочего и его семьи. А это нормальное воспроизводство определяется исторически, то есть движением к данному способу производства, который есть налицо на сегодняшний момент, и уровнем развития производительных сил. И уровнем достижения в классовой борьбе рабочего, который тоже в эту норму включается. Нет, я не думаю, что стоимость товара рабочей силы определяется в цену. Цена определяется, как денежное выражение, а цена определяется. Когда мы считаем стоимость, мы говорим… Это понятие нормального входит. Кто определяет нормальный – вы, я или рабочий класс? Нормальный, да, да. Вот если он готов вести борьбу за большие уровни, вот это нормально для него. Поэтому классовая борьба входит в стоимость рабочей силы. Стоимость продукта не входит. Рабочая сила – это же немножко по-другому определяется. Оценка хорошо. Лушин Арсений Степанович, город Москва. Пишет товарищ. Диктатуру рабочего класса, в вопросе о научном социализме пишет, диктатуру рабочего класса осуществляет советское государство. Диктатуру рабочего класса осуществляют советы, а не советское государство. — Диктатура рабочего класса осуществляет рабочий класс. — И рабочий класс осуществляет, да. В форме советов. — Организованных советов, да. — Так было правильно сказать. — Получается, что субъект, который осуществляет власть, пропал. — Да, то есть советское государство некое, с большой буквы мы его написали, и что это такое — непонятно. Оценка хорошо. Галантин Павлович Горшков, Литва. Пишет, товарищ, что государство — это инструмент насилия в руках правящего класса. До тех пор, пока существует деление на классы, будет необходим инструмент насилия и подавления. Советы — это организационная форма осуществления диктатуры пролетариата. Соответственно, пока остается деление на классы, остается государство, остается необходимость в советах. При социализме, в первой фазе коммунизма, деления на классы, классов нету. Это бесклассовое общество. И деление на классы отсутствует. Отсутствует, но существует, остались только классовые различия. То есть, деления на классы его нету, но классовые различия остаются. И получается, из вашего определения, которое вы тут даете, из вашей логики, что деление на классы пропало, а при социализме деление на классы пропало. И значит, уже государство нам не нужно. Все-таки это не так. Государство остается до тех пор, пока классы не уничтожены полностью. То есть, не преодолены все классовые различия. Можно сказать, что деление на классы преодолено в основном, поскольку нет антагонистических классов. А полностью деление на классы не осуществлено. Оценка хорошо. Жакупова Рано Рустамовна, город Астана, Казахстан. В основу научного социализма, пишет Рано Рустамовна, взяты три источника. Немецкая классическая философия, классическая английская политэкономия и французский утопический социализм. Тут все вы перепутали. Видимо, надо перечитать еще раз вам работу. Три источника и три основных части марксизма, которые являются моментами марксизма. Так вот, научный социализм – это как раз один из моментов марксизма, который включает в себя политическую экономию, исторический материализм и научный социализм. Это три момента марксизма. А вот то, что вы перечислили, здесь немецкая классическая философия, классическая английская политэкономия, которая восходит к Рикарду и Смиту в основном, и французский утопический социализм – это как раз источники. А куда делся ОООН, который не французский? Утопический социализм. Да, просто утопический. Да, да, да. Оценка хорошо. Кравченко Евгений Владимирович, Белгородская область, Ивнятский район. Пишет товарищ «определение-определенность, которая в себе в простом нечто и существо находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием». Это неправильно. Определение – это качество, которое есть в себе, в простом нечто, и существо находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нем бытием. Можно даже сказать, что здесь прямо противоположное сказано. Потому что определенность – это отрицание, а качество – это тоже отрицание, взятое уже как положительное само по себе. Поэтому вот тут перекутывается положительное с отрицательным. Определенность, которая есть лишь бытие для иного – это характер. То есть как раз здесь мы говорим об определенности. Капиталистическое производство, указывает Евгений Владимирович, это процесс производства прибавочной стоимости. Но это неверно. Мы уже об этом говорили. Оценка хорошо. Дайнека, Раймонда Львовна, город Москва. В вопросе об определении капиталистического производства и понятии стоимости Раймонда Львовна указывает, что капиталистическое производство – это товарное производство на той стадии, когда рабочая сила становится товаром. Это абсолютно правильно. Поэтому товарное производство приобретает всеобщий господствующий характер. Тоже верно. Форма экономики, в которой средства производства, капитал, являются частной собственностью и управляются в частном порядке, рабочая сила нанимается за денежную заработную плату владельцам капитала. И здесь совершенно неверно указывает товарищ Дайнека. Рабочая сила не нанимается за денежную заработную плату. Владелец капитала, то есть капиталист, покупает рабочую силу, покупает товар рабочую силу, а нанимает он все-таки рабочего. Да, и указывает, что прибыль присваивается владельцами капитала, система внутренне динамична благодаря основе конкурентного накопления капитала. Тут я не понял, почему система капиталистического производства внутренне динамична благодаря основе конкурентного накопления капитала. Совершенно тут мне непонятно, и надо сказать, что... Это наукообразно изложено. Наукообразно изложено, да. Что такое конкурентное накопление капитала? Конкуренция, я понимаю, что такое, а конкурентное накопление капитала, не ясно, что это. Его на день накапливают, другие тоже. Конкурентно, видимо, да. В третьем вопросе об видах социалистических учений указывает, что идеи социалистов были тщательно изучены и взяты на вооружение Карлом Марксом. Ему удалось превратить утопический социализм в научный коммунизм. Научный коммунизм, учение о коммунизме, созданное Марксом и Энгельсом на основе открытого ими материалистического понимания истории и глубокого изучения законов развития капиталистического образа. Общества. Здесь много у меня комментариев к этому абзацу. Первый комментарий. Действительно, Маркс развивает утопический социализм, но не в научный коммунизм, а в научный социализм. Нигде вы ни у Маркса, ни у Энгельса термина научный коммунизм не найдете. Попытайтесь найти. А вот термин научный коммунизм вы найдете в плохих учебниках советского периода 60-70-х годов. Как раз того времени, когда наступает переходный период от социализма к капитализму. Поэтому, когда вы слышите термин научный коммунизм, будьте готовы к тому, что вам сейчас будут излагать что-то не связанное никак с марксизмом. Ну а дальше, как превращается утопический социализм в научный социализм? В чем ключевое отличие утопического социализма от научного социализма? Вот товарищ Дейнеко не раскрывает. А раскрыть бы это следовало. И я так по другим ответам видел только в одном месте у товарища, кто это четко изложил. В чем ключевое отличие утопического социализма от научного социализма? Отличие заключается в том, что научный социализм прямо указывает на ту материальную силу, которая способна все то, что в утопическом социализме есть в неразвернутом виде, произвести. То есть произвести социалистическую революцию и ввести общество к полному коммунизму. И эта материальная сила – это рабочий класс. И в этом ключевое отличие утопического социализма от социализма научного. Оценка хорошо. Богадаев, а я – город Иркутск. Политическая экономия раскрывает вопрос и указывает товарищ Богадаев. Капиталистическое производство – это производство товаров, то есть продуктов, предназначенных для обмена. Это неверно. Любое товарное производство, простое товарное производство – это также производство продуктов, предназначенных для обмена. Вообще товар – это продукт, предназначенный для обмена. Это верно, но не является определением капитализма. Конечно капиталистическое производство это производство товаров, но не всякое производство товаров есть капиталистическая. Да и вот по стоимости пишет товарищ, стоимость это затраты умственного и физического труда рабочих за определенное время необходимых для производства продукта. Что за умственный труд рабочих? А Марс писал о затратах рабочей силы, мозга, мускула, рук и так далее. То есть не сводил, не делил научно-эпидемический труд. Происхождение государства, сущность государства, вопрос раскрывается следующим образом. Государство появилось тогда, когда появилась частная собственность в руках отдельных людей, которые поняли, что для того, чтобы защитить свою собственность, нужно объединиться с такими же собственниками и вместе системно решать общие проблемы. Хорошо. Сущность государства является в том, что это общественный инструмент, машина насилия в руках правящего класса над классом угнетаемых, обеспечивающая сохранность и приумножение собственности правящего класса. То есть было время, когда люди не поняли, а потом поняли и появилось рабовладение. Да. То есть такое идеалистическое объяснение. Ну и это не сущность никакая. Это можно говорить об определении государства, что это все-таки машина насилия, тут про это есть. Но сущность государства заключается в том, что это заключается в диктатуре господствующего класса. Здесь об этом не сказано. Оценка хорошо. Ну и дальше, товарищи, есть ряд работ, которые я просто перечислю, где я поставил отлично. Конечно, есть у меня замечания по этим работам, но эти замечания не столь существенны и работы заслуживают того, чтобы их авторы получили оценку отлично. Варганов Сергей Юрьевич, Тюменская область, Хмао-Югра, город Мегион. Вот товарищ пишет тут вопросы к итоговому экзамену в Крун. Крун. Ну есть Грун, а есть Крун. Крун. Хорошо. Отлично. Полищук Владимир Викторович, город Шелихов. Отлично. Кирикилица Павел Васильевич, Казахстан, город Алмата. Отлично. Вандерс Наталья Юрьевна, Эмирих Нарейни. Отлично. Монахов Владимир Андреевич. Отлично. Краснодар, наверное, да? Красногород Краснодар, да, это наш товарищ. Наумова Жанат Беляловна, поселок городского типа Лянтор, Сургутский район, Хмао-Югра. Отлично. Коломенец Александр Георгиевич, город Бешкек, Кыргызстан. Отлично. Васильев Денис Игоревич, город Санкт-Петербург. Отлично. Павлов Владимир, Москва. Отлично. Гребеньков Всеволод Юрьевич, Москва. Отлично. Белинский Александр Сергеевич, город Воронеж. Отлично. Баронин Евгений Геннадьевич, Иркутская область, город Зима. Отлично. Котов Андрей Валентинович, город Псков. Отлично. Письменный Алексей, город Рига, Латвия. Отлично. Аникина Анастасия, город Москва. Отлично. Авакимянс Евгений Вячеславович, город Псков. Отлично. Подмазов Иван Валерьевич, город Минск. Отлично. Куренкова Нина Владимировна, город Мытищи. Отлично. Ланская Елена Владимировна, город Москва. Отлично. Дзюба Сергей Михайлович, город Псков. Отлично. Витевский Станислав Сергеевич, город Воронеж. Отлично. Леич Юлия Александровна, город Каменск-Уральский, Светловский. Ростовской области. Отлично. Митин Сергей Викторович, город Ульяновск. Отлично. Медведев Иван Николаевич, село Куйбышево, Ростовской области. Отлично. Кугейко Антон Сергеевич, Россия, Ленинград. Отлично. Ищанов Дамир Галимжанович, Австралия, штат Виктория, город Мельмбурн. Очень хорошая работа. Я вот это все отметил, мне очень понравилось. Отлично. Светлана Герасимова, город Москва. Отлично. Куликов Николай Игоревич, Ростов-на-Дону. Отлично. Кокос Илья Германович, Санкт-Петербург. Отлично. Мигранов Марат Фаритович. Отлично. Михайлик Анна Сергеевна, город Рязань. Отлично. Бакус Зима Джеральдовна, Москва. Отлично. Воробьев Евгений Валентинович, Украина, Запорожская область, Акимовский район, село Переможное. Отлично. Брюханов Видалий Николаевич, город Челябинск. Отлично. У меня всё. Так, продолжаем. Александр Устинов, город Лейпциг. Вот у него говорится об определении, после понятия, определение даётся до понятия, в бытии. Оценка хорошо. Панов Станислав Александрович, Алматы. Не всякая противоречия завершается в ничто, как написано у автора. Так что это не совсем хорошо. В целом можно поставить отлично. Фёдоров Евгений Вячеславович, Уфа. Отлично. Михайлик Николай Павлович, Рязань. Отлично. Чудинов Павел Леонидович, город Магадан. Отлично. Поджидаев Антон Михайлович, Свердловская область, город Сухой Лог. Отлично. Шабуняев Илья Александрович, город Тамбов. Отлично. Сериков Василий, город Владивосток. Отлично. Стрельцов, Михаил Александрович, город Плавск, Тульская область. Он утверждает, что производство определяется как сложение и умножение труда. Это, так сказать, какое-то такое устное народное творчество. В производстве есть процесс присвоения предметов природы, согласно Марксу, в рамках определенной формы общества и посредством нее. А потом, зачем нам умножение труда, если, скажем, повышение производительности труда сводится к тому, чтобы труда было не больше, а меньше. Так что уж никак по умножению труда тут не пойдет. Оценка хорошо. Риховский, Михаил Юрьевич, Ленинград. Отлично. Татьяна Тоболина, Омск. Отлично. Овчинников, Дмитрий Иванович, Челябинская область, город Куса. Отлично. Мурадян, Альберт Юрьевич, Краснодарский край, Станица, Брюховецкая. Отлично. Осухов, Богдан Викторович, Республика Адыгея, город Майкуб. Отлично. Оксана Николаевна, Побережная, Тодмороден, Великобритания. Отлично. Богданов, Федор Николаевич, город Мытища, Московской области. Отлично. Таратихин, Александр Сергеевич, город Чкаловск, Нижегородской области. Хорошо. Он написал, что политика – это борьба за захват, удержание и воплощение классом своих классовых интересов. Захват чего? Классовых интересов? Захватить свои классовые интересы – ерунда получается. Это нехорошо. Так что оценку здесь хорошо, отлично. Я поставить не могу. Рядчиков Сергей Александрович, Пятигорск. Отлично. Евгений Вячеславович Сонин, Тульская область, город Венюв. Отлично. Степанов Александр Александрович, город Тверь. Отлично. Степанова Оксана Александровна, город Тверь. Отлично. Щеткин Андрей Александрович, город Сочи. Отлично. Черепанов Сергей Георгиевич, город Владивосток. Хорошо. Диктатура пролетариата должна быть не только до победы социализма, как написано у Сергея Георгиевича, а до полного уничтожения классов. Поэтому не отлично, а хорошо. Царь Рыгин, Станислав Вячеславович, город Чебоксары. Отлично. Хочу еще раз подчеркнуть, что политика – это классовая борьба за завоевание и удержание. Не за захват. Захватить можно то власть, которое есть, то государство, которое есть. А его нельзя захватить и пустить в ход для противоположных целей. Поэтому завоевание власти – это совсем другое. Свою власть надо создать. Так. Сирота Дмитрий Геннадьевич, город Каменское, Днепродзержинск, Украина. Отлично. Черякова Светлана Николаевна, город Печора, республика Коми. Отлично. Топилин Михаил Васильевич, город Атырау, бывший Гурьев. Казахстан. Отлично. Чичканов Сергей Сергеевич. Ханты-Мансийский автономный округ, город Сургут. Проезд взлетный 2-4. Отлично. Чагиров Павел Москва. Отлично. Рухляда Анастасия Александровна, город Харьков. Отлично. Торопов Александр Юрьевич, город Москва. Отлично. Александр Витальевич Ремных, город Барнаул. Отлично. Шишков Александр Юрьевич Тюмень. Отлично. Таиров Александр Сергеевич. Монагхан, республика Ирландия. Отлично. Он там, в частности, пишет с уважением и с благодарностью всем организаторам Красного университета. Никущенко, Дмитрий Николаевич, Екатеринбург. Отлично. Хламов Сергей, город Вологда. Удовлетворительно. Почему удовлетворительно? Потому что он написал, что собственность – это общественное признание отношения предмета к объекту. Чья же это будет собственность – отношение предмета к объекту? Это непонятно, кто тут собственник предмет, объект собственности. То есть вообще субъекта собственности нет, и это совершенно неверно. Собственность – это отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. Ну вот, поскольку другие вопросы всё-таки нормально на них отвечено, удовлетворительно. Саман Ков Алексей Николаевич, Республика Беларусь, город Минск. Хорошо. Неверно, что основным экономическим законом капитализма является закон прибавочной стоимости. Основным экономическим законом капитализма является закон стоимости. Здесь главный упор надо сделать на понимании того, что такое основа. А что основанное? На законе стоимости основано и производство прибавочной стоимости. Поэтому производство прибавочной стоимости имеет закономерную основу – закон стоимости. Маркс писал о капитализме. Производство прибавочной стоимости или наживы – это абсолютный закон этого способа производства. Маркс писал абсолютный, а вы пишете основной. Это разные законы. Абсолютный закон или закон движения, еще Маркс писал, современного мне общества. Но это не основной закон. У Энгельса однозначно сказано, что основной закон капитализма – закон стоимости. То есть, если вы посадите товар, вырастет капитал. Поэтому в основе лежит закон стоимости. Чигарёв, город Астрахань, отлично. Соколов Александр Юрьевич, Санкт-Петербург, отлично. Родионов Вячеслав Валерьевич, город Владивосток, отлично. Свистунов Нижегородская область, отлично. Снегова Анастасия Евгеньевна, город Благовещенск, член РПР, отлично. Фуслонов Андрей Андреевич, Мурманская область, город Кандалакша, отлично. Сыромятников Игорь Владимирович, Казань, отлично. Тимофеев Иван Викторович, город Астрахань, член РПР, отлично. Шлеин Михаил Борисович, город Тюмень, отлично. советкина ирина виктора санкт-петербург хорошо почему хорошо вот у него написано сущность снятое бытие то есть бытие прошедшие диалектическую процедуру двойного отрицания что это такое мне непонятно какое двойное отрицание сущность это снятое бытие одно отрицание то есть отрицается вся сфера бытия они двойного это двойное отрицание это уже понятие потому что вот есть первое отрицание Бытие – это сущность, а второе отрицание бытия – это уже отрицание сущности и возврат тем самым к бытию. Фастовский, Андрей Михайлович, город Череповец, Вологодская область. Отлично. Стругов, Алексей Михайлович, Пермский край, город Краснокамск. Хорошо. Фисенко, Иван Геннадьевич, город Красноярск. Отлично. Тимур Бектлеевич, Сердалеев. Отлично. Попов, Дмитрий Валерьевич, город Чита. Отлично. Но он тут заметил заявление, что плюс бытие-политическая парламентская партия, именующая себя коммунистической, а отрицание её бытия – сущность которой в отставлении интересов буржуазии. Отрицая отрицание, возвращается к бытию, через который просвечивает сущность, её понятие – это буржуазная партия, спекулирующая на коммунистических идеях. Это вот он вдруг решил, независимо от того вопроса, который ему задан, оценить деятельность коммунистической партии Российской Федерации. Я думаю, это довольно путанное утверждение с применением категории, которым к этому делу не имеет никакого отношения. Надо разобрать классовую природу, мы знаем, что коммунистическая партия Российской Федерации выступает за трудящихся, за всех, включая мелкую буржуазию. Поэтому она является не пролетарской партией, а мелкобуржуазной. А раз она является мелкобуржуазной партией, то она выступает за мелкий бизнес. Раз за мелкий бизнес, то следовательно… А мелкий бизнес растет в обычный бизнес, то есть в буржуазию. И поэтому в деятельности КПРФ время от времени выявляются какие-то буржуазные тенденции. Как у всякой буржуазии, поэтому и у мелкого… Например, когда они буржуа пытаются привезти в президенты. Да, или когда они называют народными предприятиями, предприятия, в которых работает, допустим, 200 человек и являются собственниками. Как можно это считать? Народ – это сколько человек, как вы думаете? Народ – это рабочие и крестьяне. Народов у нас порядка сотни миллионов, наверное, чуть-чуть поменьше. Как можно называть народными предприятиями, так сказать, кооперативные предприятия? Кооперативные предприятия в буржуазной среде – это коллективные мелкие буржуа, в лучшем случае. Или это, скажем, если брать известное закрытое акционерное общество, ЗАО – это форма буржуазного предприятия, которое называется совхоз имени Ленина. Ничего общего с совхозом и с именем Ленина там нет. И зарплата, которую получает его руководитель, включает в себя прибавочную стоимость, которую он потом рассовывает за границей на разных счетах. А средняя, он вычисляет зарплату так, берет свою зарплату, которая на самом деле включает в себя прибавочную стоимость, и еще некоторых своих, так сказать, сподвижников, друзей, с которыми он руководит этим ЗАО, и делит уже на всех работников, и получается 70 тысяч средние. Ну вот так корова утонула в луже, в которой средняя глубина 3 сантиметра. Просто в одном углу трехметровая яма, а дальше, так сказать, это вот такая широкая-широкая лужа. Старцева Ксения Федоровна, член Московского отделения Рабочей партии России, отлично. Фролов Михаил Юрьевич, Новосибирск, отлично. Яковенко Анастасия Александровна, Московская область, город Долгопрудный. Вот итоги, которые мы сейчас можем подвести. Это не все итоги. Значит, товарищи, я повторяю, которые пришлют свои ответы, еще не успели к этому моменту прислать, их работы будут рассмотрены, оценены, и, соответственно, будут учтены при решении вопроса о выдаче диплома Красного университета. Вот, что я хотел бы сказать. Второе, что я хотел бы сказать, это то, что, надо сказать, уровень подготовки заведомо выше, чем раньше, и чувствуется, что товарищи смотрели не только наши непосредственно лекции, но и другие ролики, и другие материалы, которые есть в сети по этим проблемам. Поэтому они в эти темы углубились. И раз углубились, то вот можно так в короткой, в краткой форме эти ответы, как вы понимаете, занимают не более двух страниц, выразить самое главное, самое существо. И громадному большинству отвечавших это удалось, это очень радует, это очень хорошо. Второе, вы видели, что наш Красный университет вполне использует те возможности, которые дают современные средства информации. То есть у нас занимаются товарищи из самых разных стран и самых разных республик не по принципу, к какому вы принадлежите, так сказать, какой области или к какой стране, а по принципу, какие у вас интересы. Если у вас есть интересы в изучении марксизма, то у нас есть такое учреждение Красный университет, которое позволяет осваивать марксизм всем тем людям, которые есть на земном шаре. И они этим пользуются вполне хорошо. И мы видим, что товарищи из других стран ничем не хуже занимаются, чем наши товарищи из России, так сказать, на равных вполне. Я думаю, что это вот еще одна связь, которая существует и которая вполне соответствует тому известному лозунгу «Пролетария всех стран, соединяйтесь». И это соответствует и тому, как Ленин видел перспективу, что вот будет всемирное общество, всемирное советское государство, управляемое пролетариатом всех стран. Вот куда, так сказать, двигаются исторические события, какова тенденция. Ну и теперь я хочу сказать, что после. Вот товарищи сделали эту работу, ее оценили, получили диплом. Ну и мы этот вопрос обсуждали на ученом совете Красного университета и думаем, что вот товарищи, которые учились в Красном университете и хорошо кто учился, тот понимает, что он далеко не все изучил в марксизме и что считать на этом изучение марксизма нельзя. Это, так сказать, необходимо было этот год заниматься под руководством преподавателей и что-то есть под контролем преподавателей. Но я думаю, вот уже двигаясь по этому пути, нужно самостоятельно продолжать изучать науку логики Гегеля. Здесь у нас есть в качестве поддержки кружок любителей гегелевской диалектики. И, пожалуйста, можете в нем заниматься. Те, кто заочно, те заочно. Кто очно, может из выпускников Красного университета заниматься очно, пожалуйста, двери этого кружка для выпускников Красного университета открыты. У нас есть кружок по капиталу в Ленинграде. Это для тех, кто будет самостоятельно изучать капитал. Конечно, нельзя понять диалектику капитала, если прочитать только первый том, как бы прочитать бытие капитала. А как же обращение капитала? А как вот явление капитала? Потому что третий том — это процесс капиталистического производства, взятый в целом не только производства капитала, но и обращение капитала. И являющиеся формы, которые в первом томе вообще не раскрываются. Если точкой, к которой стремятся сцены в первом томе, предполагается стоимость, то есть предполагается то, как дело имеет место в простом товарном хозяйстве, а вовсе не в капитализме. А в капитализме точкой, вокруг которой колеблются сцены, являются цены производства, формула которых — издержки производства плюс средняя прибыль. Есть братство капиталистов, и капитал будет переливаться в ту отрасль, где будет прибыль большей. До тех пор он будет переливаться, пока она не сравняется с той нормой прибыли, которая есть в других отраслях. А если этот перелив продолжается, то значит тогда здесь цены начинают снижаться, потому что предложение превышает спрос, и начинается обратный процесс, отсюда начинает капитал утекать. И вот через этот перелив капитала поддерживаются цены производства. Теперь надо учесть еще, что есть земельная рента, которая есть экономическая форма реализации собственности на землю. И поэтому формула цены для капиталиста, который платит за землю землевладельцам, если это не государство, потому что государственная собственность, пишет Маркс, ускоряет на землю, ускоряет развитие капитализма. Тот, кто думает, что государственная собственность на землю — это что-то социалистическое, это неверно. Просто вам не надо платить арендную плату капиталистам, они это поддерживают. Но наши безграмотные капиталисты, они этого не понимают, поэтому они устроили распродажу земли. И устроили такую ситуацию, когда развитие капитализма замедляется. Это вредит и вообще общественному развитию, потому что с развитием капитализма связан переход к более высокому устрою. Ну и так далее. То есть все вот дополнительные моменты, например, там рассматривается в третьем томе капитала вопрос о видах производительного труда. Что вот в первом томе рассматривается вопрос о труде производителем с точки зрения производства материальных благ. В соответствии с принципом диалектического материализма, исторического материализма, что в основе лежит производство материальных благ. А можно поставить вопрос, а что еще может производить тот труд, который производит материальные блага? Если он производит стоимость, то есть производит товары, тогда он производительный в смысле производства стоимость. Не все продается, не все на рынок выносится. Поэтому может получиться так, что вы можете рассматривать тут материально-производительный, но он в форме существует патриархального хозяйства и, соответственно, патриархального уклада, и не является укладом товарным. Тогда этот труд не производительный в смысле производства стоимости, а труд производительный в производстве стоимости не всегда связан с присвоением прибавочной стоимости у мелких буржуа, поэтому труд производительный в смысле производства прибавочной стоимости не является производительным, вернее, труд производительный с точки зрения производства стоимости не всегда является производительным с точки зрения производства прибавочной стоимости. А вот с точки зрения принесения прибавочной стоимости, любой труд, то есть любая полезная деятельность может служить способом получить прибавочную стоимость. Что мы знаем в отношении сферы шоу-бизнеса, где гигантские прибыли получаются, никакого там материального производства нет, и производства прибавочной стоимости там нет, и производства стоимости там нет. А вот торговля там есть, и уже торгуют там чем угодно, и с содержанием книг, и фильмов, и торгуют способностями артистов и так далее. Поэтому вот всё это богатство можно рассмотреть в третьем томе капитала. Но для этого надо изучать капитал самостоятельно. Это вторая задача. Третья задача — это изучать полное собрание сочинений Ленина. Потому что для того, чтобы получить материалистическое истолкование науки и логики Гегеля, надо в голове иметь хороший большой исторический пример развития. Чтобы это было не развитие в течение одного дня или в течение 50 лет, а развитие целой страны, которая охватывает целую эпоху, что, собственно, имеет место в полном собрании сочинений Ленина. И ничего подобного у нас нет, потому что если писатели об этом пишут, то они некоторые зарисовки делают. Если об этом пишут некоторые учёные, то они не публицисты, они некоторых деталей не показывают и не показывают тех переходов. Или они просто не глубоко понимают, как идёт ход развития. Поэтому если человек хочет освоить современный марксизм, он должен освоить ленинизм. И поэтому освоение ленинизма требует вот такой систематической работы, которая будет вас поддерживать в течение длительного времени. Скажем, если вы за 5, 6, 7 или 10 или 15 лет, это непринципиально. Освоите и прочитаете полное собрание сочинений Ленина, то я думаю, что наличие в России нескольких десятков человек хотя бы, которые прочитали Ленина, повлияет на ход её развития. И наоборот, отсутствие таких людей ведёт к тому, что у нас постоянно какие-то глупости в области политики появляются. Вроде как нынешний вдруг новая идея, давайте, говорит, новый капитал создадим. Вот как-то Маркса никто не призывал создавать новый капитал, он просто сел и написал. Но надо понимать, что капитал создаётся раз навсегда. Как таблицы элементов Менделеева, как и эвклидовой геометрии. Поэтому капитал, он рассчитан на какой период? На период существования капитализма. А новое, то, что новое в условиях империализма появилось, написано у Ленина в книге «Империализм как высшая стадия капитализма». Но её нельзя назвать новым капиталом. Почему? Потому что она предполагает знание капитала и применение его для анализа, исследования, развития современного уже капитализма на его империалистической стадии. Ну а попытки оставить в стороне гениальные произведения, начать выдумывать некоторые новые произведения, вот этим как раз грешили обществоведы в советское время. Они всё время пытались заменить и Ленина, и Маркса, и Гегеля учебниками по философии, которые писали люди, не разобравшиеся в диалектике. Учебниками по политэкономии, которые писали люди, которые не разобрались, так сказать, в политэкономии Маркса. И учебниками по научному колонизму, как здесь говорили. Тогда как вообще у Маркса и у Энгельса речь идёт о научном социализме. И, конечно, для этого надо прежде всего читать Энгельса, если речь идёт о научном социализме. И такие его работы, как развитие социализма от утопии к науке, такие его работы, как происхождение семьи, частной собственности и государства, так и антидюринг. И без этого нельзя стать, так сказать, современным марксистом. И в этом смысле и Ленинсом нельзя стать без изучения этих произведений Энгельса. Это большая работа. В ходе этой работы мы надеемся, что слушатели Красного университета, которые переходят тем самым на второе отделение, и мы так и будем называть их, и так мы решили на учёном совете, что мы никого не выталкиваем, мы не отталкиваем от Красного университета, а наоборот. Все те, кто его прошли в течение года, они оказываются на втором отделении. И они могут со своими работами, зарисовками, со своими, может быть, вопросами обращаться в Красный университет, к преподавателям, получать необходимую консультацию. И, может быть, обращаться с тем, чтобы мы на ресурсах, которыми располагает Красный университет, могли эти самые работы публиковать. Поэтому давайте будем так считать, что те, кто успешно сдали экзамены за первый год Красного университета и получили диплом, продолжают самостоятельное обучение, изучение марксизма-ленинизма, которое всегда и большевиками рассматривалось как высшая форма обучения, партийной учёбы. Вот поэтому мы вас и призываем к переходу к этой высшей форме. Тем более, что здесь сидят товарищи, мы с ними перед началом говорили, уже сдавшие экзамены, которые как раз проявили понимание этого, что тут есть над чем работать, и что не надо считать, что вот если мы получили четвёрку или пятёрку, то этим самая работа закончена. Мы когда оценивали преподавателей, мы исходили не из того, что нельзя придраться или можно ещё придраться к тому или иному ответу, а мы исходили из того, что вот эти товарищи, которые прислали свои ответы, показали свою способность самостоятельно двигаться вперёд и изучать марксизм-ленинизм, и не отрываться от той деятельности, с которой связано преобразование мира. Эти люди не изучили, так сказать, в науке логики, что такое абсолютная идея, и не понимают, что кроме отражения мира, которое характерно для фейербаховского материализма, нужно преобразовывать этот мир. А преобразовывать его можно только вместе с тем классом, который является преобразующим классом этой эпохи. Если сейчас эпоха империализма и перехода к диктатуре пролетариата и коммунизму, значит, свою деятельность надо связать с деятельностью рабочего класса и его партии. И это необходимый вывод из понимания социализма, который связан с его диалектической природой. Поэтому хочется от коллектива преподавателей, и вот здесь присутствует ректор Красного университета, Владимир Владимирович Пронин, и я думаю, что и от его имени. Мы поздравляем всех с успешным окончанием первого отделения и желаем дальнейших успехов в изучении реализма. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!